Что скрыто за стенами вооруженных сил Казахстана? Оборона государства – это дело рук всего государства. Какие изменения с учетом всех геополитических сегодня ситуаций? У нас нет притязаний ни к нашим соседям. Армия не должна делать, как другие. Сейчас получили свой мандат. Какое-то идет, наверное, тестирование. На стрессоустойчивость, если там есть вопросы. Погиб в мирное время. Мы переживаем. Сколько мы отбираем? А сколько таких у нас сегодня негодных? Это сложный вопрос. Какая-то странная логика. Это один из методов комплектования. Байден Баллар не идут в армию. Я не встречал. Какие штрафы? Большие? Тоска по родине, тоска по дому. Но зачастую в туалетах же происходят разборки. Он принимает жесткие меры. Давайте по цифрам. Надо думать не только о себе. Сегодня мир полон вызовов и непредсказуемых угроз. Вопрос обороны страны номер один. Как история показывает, падение великих империй часто начиналось с армии. Что скрыто за стенами вооруженных сил Казахстана? Готова ли наша армия противостоять угрозам? Поговорим сегодня об этом в Шиндаклаев. С вами я, Газизара Эмбек. И сегодня у меня в гостях генерал-майор Сакен Жусупов, заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Казахстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Как ваши дела? Как работа? Хорошо. Все хорошо. У вас сейчас напряженный график? В вооруженных силах график всегда напряженный. Но он отличается от тем, что все мероприятия, которые проводятся в вооруженных силах, заранее, заблаговременно, как мы говорим, планируются. Это мероприятия оперативной подготовки, боевой подготовки, вопросы международного сотрудничества, ну и другие. Замечательно. Давайте по порядку. Но самый главный вопрос, который волнует наверняка всех нас, как дела обстоят в нашей армии? Министерством обороны на системной основе проводятся мероприятия по повышению обороноспособности государства, в частности, боевой и мобилизационной готовности. Но вы готовы? Мы готовы. На сегодняшний день это все реализуется в выполнении мероприятий стратегических программных документов. Это стратегия национальной безопасности, план оснащения и перевооружения вооруженных сил, концепция кадровой политики. Вот эти документы постоянно в работе, тем более введена указом президента Верховного Главнокомандующего Республики Казахстан новая система военного планирования. Проведены ряд мероприятий с участием первых руководителей центральных государственных органов, Акимов, их заместителей, потому что все должны понять, что оборона государства это дело рук всего государства, не только вооруженных сил. Есть понимание этого вопроса. Дальше мы планируем достичь тех целей, которые наметили в ближайшие годы. Вы сказали, что есть какие-то новшества, которые были введены в этом году. Можно поподробнее? В этом году несколько изменена структура вооруженных сил. Вот указом президента Верховного Главнокомандующего у нас созданы силы специальных операций, созданы подразделения беспилотных авиационных систем, усиливается сухопутный компонент вооруженных сил, силы воздушной обороны. Как мы понимаем, перспективные авиационные комплексы играют большую роль в любом вооруженном конфликте. Поэтому здесь модернизация и оснащение вооруженных сил вооружением военной техники один из важных направлений деятельности Министерства обороны. В рамках сотрудничества с нашими стратегическими партнерами проведены, если говорить об этом, в этом году ряд учений, обмен опытом. Могу их даже перечислить. Обязательно, да. Региональное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Нерушимое братство в рамках нашего взаимодействия в организации договора о коллективной безопасности с Республикой Узбекистан, Аш-Аспан, Хамкорлак, где были отработаны совместные действия в различных вооруженных конфликтах. С Республикой Беларусь, Безграничное братство, ну и много других мероприятий. Одно из мероприятий, которое было инсценировано Министром обороны Республики Азстана и поддержано Верховным Главнокомандующим, это учение Барлистык-2024, которое мы проводили на Западе, где участвовали страны Центральной Азии. Где были отработаны вопросы планирования действий в воздухе, на суше, в акватории Каспийского моря. То есть такие мероприятия на системной основе проводятся, и мы их планируем проводить на системной регулярной основе. Все-таки обмен опытом, во-первых. Во-вторых, слаживание подразделений и компонентов вооруженных сил наших партнеров играет большую роль. Какие изменения с учетом всех геополитических сегодня ситуаций в мире? Как реагирует на это наша казахстанская армия? Мы на постоянной основе изучаем опыт военных конфликтов. Для этого есть у нас свой научный потенциал. А как вы это изучаете? В лице, сейчас я скажу, Национального университета обороны, есть Центр военно-стратегических исследований. Вот мероприятия оперативной подготовки, к примеру, да? Вот участвовали на учениях Бралистык контингенты вооруженных сил Азербайджанской республики. У них есть опыт ведения вооруженной борьбы. Они, конечно, с нами делятся. Изучаем материалы, которые поступают... Чисто теоретически? Да. Теоретически. А практически? Практически мы уже их сами отрабатываем. Без них, да? Да, без них. Ну, такой порядок, потому что такая система подготовки. То есть невозможно участвовать в том конфликте, в котором мы не участвуем. Не принимали участие. Не принимаем участие или не собираемся принимать. Вы знаете нашу доктрину, она носит оборонительный характер. У нас нет притязаний ни к нашим соседям, ни по границе, ни по каким-то другим вопросам. Но опыт изучаем. Другие источники есть, которые нам поступают, анализы различных наших подразделений. Вот. Они изучаются. Обучение за пределами нашей республики в западных странах, в странах наших соседей, где они обучаются именно по их программе. В наших военных вы отправляете за границу, чтобы они тогда принимали опыт? Есть, допустим, у нас центр миротворческих операций. Вы знаете, что большой шаг, большой шаг в рамках мандата ООН, наш контингент выполняет мирную миссию на голландских высотах. Поэтому предшествует большая подготовка этих военнослужащих, языковая подготовка, оперативная подготовка, вопросы планирования, изучение нормативно-правовых актов, которые определяют действия при выполнении таких задач. Ну и специальная подготовка, допустим, там среди некие связисты, взрывотехники и так далее, и так далее. То есть это позволяет в любом случае этот опыт изучать, затем его анализировать, накладывать на наши задачи, на наше геостратегическое положение нашего государства. Вы понимаете, в каком мы сейчас, ну, наше положение, мы как бы в центре находимся, в центре всего. Поэтому эта системная работа, она проводится, здесь, потом мы это применяем на своих учениях. Вот недавно прошли учения войс связи, где основной целью было действие на гибридной местности. А что это значит гибридная местность? Это сейчас сложно, как бы, с учетом новых технологий, развития вооружения, военной техники, средств нападения, обезопасить себя. То есть в чистом поле очень сложно пополнять какие-нибудь действия. Нужно использовать складки местности, географию, сооружения и так далее. Другие войска проводят, ну, другие учения с другими задачами, в горной местности, на воде и так далее. Армия не должна делать, как другие, она должна, возможно, перенимать опыт, но все равно делать по-своему. А есть такое, что, может быть, какие-то другие, вот, международные, перенимают опыт нас, казахстанской армии, казахстанских вооруженных сил? Да, простой пример. Вот наш миротворческий контингент, который на Галанах. Все наши соседи, партнеры хотят перенять этот опыт. Но это долгий путь, чтобы получить мандат ООН на выполнение отдельно. Сколько лет готовились? Раньше мы, это уже, наверное, лет 10, больше даже. 10-12 лет, да? Потому что раньше мы выполняли задачи в составе индийского контингента, но сейчас получили свой мандат. Это единственное государство вот здесь на... Это опыт, престиж государства, вооруженных сил, ну и узнаваемость, то есть наших военнослужащих уже знают. И в подготовку самое главное. Вы сказали, была подготовка и языковая, психологическая, моральная. Однозначно, потому что языковая, подготовка психологическая на стрессоустойчивость, ну и другие вопросы, которые в целом им позволят выполнить задачу. Медицинская подготовка однозначно. Поэтому это был долгий путь. Но мы достигли этого. Получается, вы подготовили таких, знаете, неких идеальных военных, да, вот именно, солдатов? Я бы сказал, подготовленных солдатов. Подготовленных военных служб. Там же есть и офицеры, и сержанты, и рядовые. Но уровень подготовки у них высокий. Тем более знание языка 100%. Мы дальше их развиваем. У нас вначале был один контингент. Сейчас мы можем проводить ротацию. То есть менять этих, ну не постоянно одних и тех же направлять. А через какое время вы будете менять? Допустим, несколько месяцев одни отслужили, а потом другие? Там есть определенное время, тоже определенным мандатом. Оно может продлеваться или сокращаться. Все вооруженные силы – это источник для подбора военнослужащих в этот контингент. Соответственно, ну, во-первых, ну, мы не называем это кастинг, просто оценка и отбор. Ну, мы это называем кастинг. Да, оценка и отбор. Во-первых, отбирается… Высокие, подтянутые. Это однозначно, но не обязательно. То есть, допустим, в подразделении специального назначения там нету двухметровых. Ну, вообще казахи сами по себе не очень высокие, так же? Ну, я бы не сказал. Нынешнее поколение вроде в рост. Так вот, они отбираются из вооруженных сил со всех родов войск. Это, во-первых, должно быть крепкое здоровье. Физическая подготовка должна соответствовать уровню, мировому уровню. То есть, хотя у нас отличается, у одних есть какие-то упражнения, у других нет, но в целом. Должно быть базовое знание английского языка. Потом это развивается. Вот, соответствующее образование по той специальности, на которой он планируется. Если он инженер-сапер, значит, из инженерных войск. Если связи, то извозь связи. Если он должен заниматься вопросами планирования, то в основном это из органов военного управления, региональных командований, бригад и видов вооруженных сил. Какое-то идет, наверное, тестирование, вы их там отбираете. Однозначно, психологическое тестирование. У него предрасположенность к этому. Психофизиологическое изучение, это однозначно проводится. Вот там и на стрессоустойчивость есть, там есть вопросы, связанные на время принятия решения. То есть, вот такие критерии позволяют быть зачисленным в этот центр. Сколько человеку необходимо, чтобы принять правильное решение? Вот если по военному сколько? Идеальное время есть какое-то? Ну, на самом деле есть нормативы. А какие? То есть, есть такой вид деятельности, как планирование. Ну, мы знаем, что во всем мире он как бы одинаковый. Это программно-целевой метод планирования в гражданской части. У нас своя система военного планирования. То есть, там целая система. Это уясняется задача, оценивается обстановка. Потом принимается решение. Параллельно проводится планирование, вырабатывается замысел, то есть мысль. Ну, примерно. От минут до часов. Потому что есть минуты, когда нужно принять решение командиру подразделения тактического звена. Это секунды и минуты. Понимаете? А если проводить большие операции, то там минутами никак не уложиться. Они проводятся заблаговременно, планируются. Ну, вот вы же видите, сейчас вот на Близнем Востоке как, что происходит. Да. Это решение не принятое в одночасье. А сколько сегодня у нас казахстанцев, вот именно, представителей вооруженных сил Казахстана находятся за границей? И в каких странах? Ну, я скажу сейчас про Галаны. Там находится более... Сколько? Конкретно 139 человек. В других странах? В других странах. По два, по три наблюдателей. То есть такие, как Западная, Сахара. Где, ну, обстановка более стабильная. Вот. И они же делятся. Те, которые выполняют задачи боевые. И те, которые наблюдатели. Ну, мы стараемся, как бы, чтобы приобрести опыт с учетом предложений, которые нам поступают, все-таки направлять своих офицеров и в те, и в другие миссии. Про наших военных служащих, которые сейчас находятся на Голландах, да? Что сейчас происходит? Потому что, ну, вы же знаете, конфликты на Ближнем Востоке, они, в принципе, есть. Наши миротворцы на голландских высотах выполняют задачи. Основная задача – это патрулирование тех секторов, нейтральных секторов вдоль границы. Вот. Не допущение каких-то конфликтов именно в этом секторе, да? Понятное дело, что это мирная миссия. Они, конечно же, подвержены опасности. Но с учетом подготовки, а в прошлом году даже в рамках организации объединенных наций подводят за итоги миротворцев, подготовка наших миротворцев очень высоко оценена. Очень высоко. Там служат и офицеры, и военнослужащие по контракту. То есть смешанные подразделения, хотя у нас все военнослужащие по контракту, кроме солдат срочной службы. Все. То есть и офицеры, генералы, и офицеры, сержанты, и рядовые заключают контракт. Все получаются сегодня контрактники. Да, кроме солдат срочной службы. Основная задача, как я уже сказал, это патрулирование. Конечно, они подвержены опасности, но на сегодняшний день в этом секторе никаких боевых действий не ведется. Они, конечно, всем обеспечены средствами связи, средствами личной безопасности. То есть, чтобы вы поняли, это бронежилеты. Ну да. А если вдруг там что-то, ну, не дай бог, а вдруг, если там что-то начнется, тогда что? Как они должны действовать? Какая-то есть такая тактическая? У них четкий есть алгоритм, есть даже вопросы, связанные с их переходом на более спокойную территорию или даже эвакуацию. Ведь они там наши, на Галанах наши, не одни ведь, понимаете. Там целая система. Целая система предупреждения об опасности в том числе. То есть, они не брошены вот так на высоты, делаете, что хотите. Нет, там целая система. Они в безопасности в том числе. Да, есть система предупреждения об опасности. Но все-таки вокруг идут вооруженные конфликты. Конечно, опасность существует. И в целом, не хочется, конечно, о плохом думать, но весь социальный пакет, который необходим, для этого уже отработан. Как здесь, так же и по линии Организации Объединенных Наций. Но будем надеяться, что с ними ничего не произойдет. Да, да. Наши ребята там достойно служат. Многополучно вернуться на родину. Каждое их убытие и прибытие в страну, это как бы праздник для семей, для жен, близких, родных. И мы всегда их провожаем и встречаем. Да, сегодня не только казахстанцы провожают и встречают, именно... Вообще, мне кажется, сегодня казахстанцы всегда провожают и встречают своих сыновей. Вот я недавно только вот на днях видела видео, как родители плакали, особенно о матери. Ну, так было всегда, провожали и встречали, и сегодня, и 30 лет назад. Всегда плакали. Да, и, ну, вы, может, не помните, в те, ну, в истории нашей, да, то есть и в Советском Союзе, и после этого. Ну, это всегда было, потому что, ну, матери их разлучают, если так сказать, со своими родителями. Они сейчас-то всего на год, а раньше было на два года и три года, а до этого было четыре года. То есть 12 месяцев небольшой срок, но тем не менее. Я понимаю, о чем вы хотите спросить. К сожалению, самые неприятные моменты, которые происходят в нашей армии, это про смерть, это про горе, которое происходит в семьях. Мы слышим эти новости, мы как журналисты сами наблюдаем. Как вы можете рассказать, почему сейчас это происходит? Конечно, каждый такой факт, это трагедия для родных и близких. Я лично выражаю свое глубокое соболезнование, и это проходит через нас. Вы не думайте, что командиры, начальники, и выше, ниже, все это они переживают. Это трагедия, то есть, когда погибает человек, тем более военнослужащие. В мирное время. Но, к сожалению, такие факты имеют место быть. Недавно во всех масс-медиа опубликовали цифры, 270 военнослужащих погибли за такой-то период. Да, такие факты есть. Но это правда, 270 погибли? Да, за три года, не только в вооруженных силах, понимаете. Есть такое понятие, военная организация государства, в него входят вооруженные силы, другие войска и воинские формирования, Национальная гвардия, пограничная служба КМБ. А, итого, 270 вместе? Да, министерство подчеркнуто, потому что там тоже есть, они комплектуются солдатами срочной службы. Это один из методов комплектования. Поэтому это не только в вооруженных силах. И в это число вошли не только солдаты срочной службы, там есть и офицеры военнослужащих по контракту, которые, эти потери в результате разных причин, и болезни, дорожно-транспортные происшествия, и суицид, нарушение мер безопасности. Мы, казахстанцы, журналисты в том числе тоже, не разбираются. Умер военнослужащий по контракту или там солдат срочной службы, без разницы. И если умер в вооруженных силах, значит, это уже смерть, всё. И потом мы уже потом понимаем, а, это контрактник, а, это срочник, это уже другой вопрос. Но на самом деле, может быть, не надо разделять, какая разница, смерть, человек погиб в мирное время. Человек погиб в мирное время, понимаете, я коснусь только вооруженных сил. Вооруженные силы – это такой организм, да, то есть нельзя опасное сделать безопасным, потому что ты это захотел. Сколько бы ты мер не принимал, всё равно такие риски существуют, и это не только в наших вооруженных силах. Если бы журналисты бы интересовали, что происходит в соседних государствах, то несколько бы они, ну, как бы, по-другому бы, может быть, анализировали. Такие же проблемы у них. И не только на постсоветском пространстве, да, странах, которые… Да и в мире. Но и в других странах, то есть Запада, Соединённых Штатов Америки. Это не обошло их, потому что это вооружённые силы, это техника, это учение, это боевая подготовка, человеческий фактор. Всё это в совокупности может привести к таким трагическим случаям. Плохо, плохо, и очень… И это трагедия, когда погибают… Почему мы говорим о солдат срочной службой? Всё-таки офицеры, военнослужащие по контракту, они пришли более осознанно, то есть какой-то целью, да, вот. Немного у них уровень подготовки другой, мотивация другая, да. А когда солдаты срочной службой, это, конечно, очень… Слово «плохо» это не подходит, это трагедия. Она через нас проходит тоже. Мы такие же люди, как все остальные, возможно, вот, с некоторыми, как говорится, особенностями и по своему качеству, но всё равно мы переживаем, сколько мы отбираем солдат срочной службы. Да, расскажите, как проходят отборы. Зачем это нужно? Да, давайте расскажите, пожалуйста, как проходят отборы солдат. Понимаете, это метод комплектования. Извините, пожалуйста, да. Я задаю вопрос. Расскажите, пожалуйста, как проходит отбор солдат срочной службы? Вот в этом году, в прошлом году, в последние годы, как проходило? Вот в этом году мы более 40 тысяч призываем вооруженные силы, опять же, не буду перечислять, другие войска и воинские формирования, я уже о них сказал, порядка 40 тысяч. Сейчас мы завершаем комплектование пограничной службы КМБ. Там порядка 3 тысяч граждан призываются на службу пограничные войска. Здесь немного сложный процесс. Призыв пограничной службы, он характеризуется некоторыми особенностями. Например, они сдают тесты. Какие? Например, на психологическую подготовку, на общий уровень, IQ и так далее. Плюс они проходят психофизиологическое исследование, знаете, полиграф. Полиграф – это же детектор лжи? Да. По простым словам. Детекторы лжи разные бывают. Где-то они действительно детекторы лжи, а где-то другие качества психики выявляют. Выявляют. В основном пограничная служба – это на суицидальные наклонности, к примеру, и другие. Им еще оформляется допуск. Не каждого допускают на этот полиграф? Солдатам срочной службы оформляется допуск секретом. Это особенность подбора граждан для пограничной службы КМБ. Другие особенности есть. Допустим, десантно-штурмовые войска. Конечно, основной приоритет отдается здоровым ребятам. Потому что, к сожалению, сейчас здоровье наших молодого поколения оставляет желать лучшего. Туда основной критерий – это, конечно, физическое развитие, развитость его здоровья. В каждое подразделение в связи с его деятельностью. Да, в те, которые призываются в службу государственной охраны, еще более жесткие требования. Там еще более сильные, еще более… Да, еще более углубленные. Смышленные. Изучение его, его состояние здоровья. А сколько времени проходит на изучение, подготовку этих солдат? Изучается практически у нас 8 месяцев в году идет призывная кампания. Весной и осенью. И сколько времени вы изучаете этих солдат? Это изучение постоянно проводится, потому что это призывной ресурс. В каждом регионе, например, в Караганинской области призывной ресурс там порядка 30 тысяч. В Туркестанской, Чемкентской, Чемкенте, допустим, там побольше. Потому что плотность населения и так далее, и так далее. Это тоже играет роль. Изучаются все от 18 лет до 27. Ну и, как правило, призываются с учетом, вот в законе о воинской службе, статусе военнослужащего, есть пункты, где прописаны, когда граждане освобождаются. По состоянию здоровья. По состоянию здоровья. По семейному. Плоскостопие, кстати, влияет? Влияет. Почему? По семейным обстоятельствам. Поясните этот вопрос. Я, конечно, не врач, но вам поясню. То, что я знаю из опыта своей службы, да, в войсках, солдатами и так далее. Вот у вас плоскостопие бывает различной степени. Вы там покупаете себе специальные там обувь, супинаторы там, какие-то там еще другие вещи, да. А в вооруженных силах у нас форма одежды определена нормами. То есть, как мы называем, они носят берцы. Берцы без всяких супинаторов. Берцы – это не кроссовки, это не специальная обувь. Адаптированные. Да, это плоскостопие может развиться и привести к более сложным заболеваниям коленей, суставов и так далее. Это тоже надо смотреть. Оно, может быть, за год не проявится, а может проявиться. Такие случаи тоже были. И много у нас… И когда физическая нагрузка, извините меня, вы утром встали, пешком пошли, у них утренняя физическая зарядка. Страевая подготовка, к примеру, да. Я уже не говорю про марши. Сколько времени? Пешие марши есть. Есть подразделения, которые раз в неделю более 20 километров совершают марш. Не пешком. А как? Бегом. Марш бегом. Да. А с какой скоростью? Полном снаряжении и так далее, и так далее. Поэтому вот отсюда вот и ответ на ваш вопрос. Понятно, хорошо. А сколько таких у нас сегодня негодных казахстанцев вообще в целом? По состоянию здоровья, по состоянию психического, физического здоровья там? Каких-то предрасположенностей? Какой-то процент может быть? Какой-то процент отметается. Это сложный вопрос. Если нам, допустим, мы в этом году изучили более 60 тысяч призывников. Из них нам нужно призвать чуть более 40. Вот. Практически здоровых где-то процентов 80, наверное. Тех, которые можно призвать вооруженной силой. А 20 не здоровых? 15 процентов, где-то 5 процентов вообще негодные. Расскажите об этом 5 процентов. Кто эти люди негодные совершенно? Ну, целый ряд клиник у них. То есть человек же как? Он же, во-первых, проходит основной осмотр в районе. То есть есть отделы по делам обороны, где проходит медицинская комиссия. Кстати, я вам должен сказать, что в соответствии с законом воинской службе статусе военнослужащих за призыв на срочную службу отвечают местные исполнительные органы. Мы должны знать об этом. Мы только это озвучили практически полтора года назад. Почему раньше не озвучивали? Потому что если любого гражданина встретишь на улице и спросишь, а кто призывает в армию? Они говорят, военкомат. Да. Нет. Мы думали, что военкомат. Местные исполнительные органы. А кем это? Военкомат ведет учет, формирует команды и направляет их войска. Все остальные задачи за местными исполнительными органами. Какая-то странная логика. При чем здесь местные исполнительные органы? Этот вопрос уже поднимался неоднократно, передать полностью эти задачи местным исполнительным органам. Но пока мы не пришли к единому мнению, ну, по крайней мере, все силовики против. Пока местные исполнительные органы не готовы выполнить весь этот блок задач. Это очень сложная задача. Потому что военкоматы, как вы говорите, а это называется местные органы военного управления. Вот смотрите, местные органы военного управления. Если вы посмотрите сейчас конфликт в соседних странах, они даже их назвали военной администрацией. Понимаете, вот а кематы, как у нас, у них называется сейчас военной администрацией. Вот они ведут учет, отбор, проходят комиссию в районе. Контрольные освидетельности проходят в департаментах по делам обороны. У нас в каждом городе такой департамент. Ну, в Астане, к примеру, там, в других городах. Вот. Потом прибывают лица, должностные лица, назначенные для отбора своей воинской части. То есть специфика у всех разная. Угу. Вот. Председателем призывной комиссии является один из заместителей Акимов области города. Он председатель призывной комиссии. Там целый состав комиссии из Акимата, из других структур. Туда уже в этом году, вы чтобы знали, включены, даже участвует комитет солдатских матерей, общественных деятелей, чтобы как бы было все открыто, прозрачно. Там же и председатель медицинской комиссии, он или она, это заместитель начальника управления здравоохранения области и района. То есть там серьезные, ну, как бы люди, которые решают вопрос призыва. Я, честно, никогда не знала, что призывают солдат, ну, это Акиматы, это местные исполнительные органы. Слышу впервые. Так по закону. Всегда было? По закону так было всегда. На протяжении всей нашей... Да, да, на протяжении всей нашей истории. Серьезно. Местные исполнительные органы, я же говорю, председатель призывной комиссии, зам Акимов области, района, города. Понимаете? Он возглавляет призывную комиссию, в него входят должностные лица разных отраслей. Ну, здравоохранение, там сейчас общественные деятели входят, комитет солдатских матерей. Там же одним из членов является военком, начальник АДО. Он лишь один член вот этой комиссии. И когда комиссия заседает, перед ними предстают граждане, которые должны призвать. И она решает, годен, не годен, на основании медицинского освидетельствия, медицинского контроля, психологического изучения. Все документы на столе лежат. И они на основании этого принимают решение о его призыве. Не военкомат принимает. Военкомат ведет учет призывного ресурса. Военкомат сформирует команды, которые должны направляться в регионы, органы военного управления, воинские части. Обеспечивает их отправку, все эти организационные вопросы. Издает приказ, все. Да, другие вопросы есть, связанные с розыском. Нужно признать и открыто сказать, и мы это не скрывали, что у нас есть часть граждан, которые уклоняются от воинского призыва. Хотя в Конституции, в 38-й статье написано, что защита Родины – это священный долг и обязанность каждого гражданина. И комплектование солдатами срочной службы – это один из методов комплектования, который используется у всех наших соседей. И по нашей информации, даже в странах, которые очень далеко ушли в развитие военного отношения, они тоже частично перейдут на комплектование. То есть призыв на срочную службу. Расскажите, пожалуйста, про уклонистов. Как часто сегодня молодые люди в призывном возрасте уклоняются, убегают, не хотят служить, не хотят отдать долг Родине? Да, к сожалению, такие факты имеют место быть. Цифра, конечно, большая, порядка 30 тысяч граждан. Ежегодно? В общем, за последние несколько лет мы наблюдаем, мы же учитываем, это же все же, порядка 30 тысяч граждан, которые уклоняются от призыва на срочную воинскую службу. Здесь, наверное, разные причины есть. Боязнь службы. Боятся. Да, когда с ними разговариваешь, они, тоска по Родине, то есть немного эти люди по-другому воспитывались, наверное, в семьях, это тоже большое значение имеет, как их воспитывали, какие у них ценности в семье. Какую большую, да, большую. В школе, в детском садике, если посмотреть опыт других стран, это все начинается, как говорится, с пеленок. Вот. Ценности у них уже немного другие. Ну, видите, это же другое поколение. Я могу сказать, что наша молодежь в нужный момент, я думаю, все-таки выполнить свой долг перед Родиной. Так было всегда. То есть не обязательно, если он отличается от других, значит, он не способен. Ну, касательно уклонистов. Да, то есть порядок у нас такой. Если гражданин получает повестку, он может получить ее в бумажном виде или СМС-сообщением. Сейчас мы вносим изменения в законодательство, оно будет уже законно. Сейчас мы как бы пилот для того, чтобы у нас как бы была оперативность. Что происходит в других странах, вы, наверное, сами знаете, да? То есть в России в личный кабинет повестка падает, пять дней смотрел ты личный кабинет, не смотрел. Не волнует никого. Не волнует. Остановил тебя ГИБДД, смотрит на свой планшет, вы не прибыли по повестке. Все, машину на стоянку, права изымает и все остальное. А почему у нас не так нельзя? Это очень, это также в Азербайджане, там дальше пошли. Блокируется сотовый телефон, карточка. Потом блокируется, если вы как бы не среагировали, то это применяется к вашим родителям. Банковские счета. У них там все блокируется. И как бы гражданин потом... Уклониться невозможно, да? Вот. Но к этому их подвигают события, которые там происходят. Просто не нужно этих событий ждать. Нужно как бы сейчас работать, а не посттравматический синдром, чтобы был. А у нас в Казахстане как? У нас вот, как я вам говорю, повестка в бумажном виде, смс-сообщение. Потом? Гражданин должен прибыть. Но не явился, не пришел, дальше что? Не явился, не явился. Это уже уклонист. Дальше что? Что вы с этими уклонистами делаете? Начинается розыск совместно с Министерством внутренних дел. Только если он не прибыл. Сколько времени нужно, чтобы вы его начали искать и подали в розыск? В течение пяти дней. Это условно. У нас нет такого. Потому что там есть вопросы с нарушением прав граждан. И так там много вопросов. Иногда их мы просто найти не можем. Понимаете? Родители, близкие, их скрывают. Не говорят их местонахождение. Они мигрируют, ну, как бы, свободу передвижения никто не запрещал. Они из одного региона, в другой уезжают. То есть искали его там в Туркестанской области, а он уехал в Магнистанскую. Но вы их находите? Если бы он снялся с учета, а это уже автоматизировано. Он когда снимается с учета, там вносит данные, куда он уезжает. Вот уехал с Туркестанской области, он автоматически на учет ставится в Магнистанской области. Это уже вот вопросы цифровизации касаемся. Если не прибыл, начинается розыск, начинается розыск совместно. Оформляются документы, списки, направляется в органы МПС, то есть полицейские органы, Министерство внутренних дел. Если участковые начинают по месту жительства, родственники, искать этого гражданина, на это тоже время уходит. И представьте, у нас порядка 30 тысяч вот в таком. В северных регионах еще сложнее. Они могут уехать за пределы соседних государств. Уехал на конюхон. А сколько денег вы тратите на поиск вот этих уклонистов? Ну сейчас я точно вам не могу сказать. Но деньги же из бюджета. Вместо того, чтобы искать преступников, они занимаются поиском. Ну это же только во время призыва, это же непостоянно. Но все равно это же время, это же энергия. Конечно время, а без этого как? Сейчас там предусмотрены определенные, даже документы подаются в суд, но он может в период этого всего процесса, там процессуального, прийти, и все аннулируется, все, он призвался. Понимаете? То есть такие факты тоже... А можно их как-то не искать? Вот реально, может быть, как в Азербайджане, блокировать всем счета, все карты? Конечно, сейчас мы уже выносили эти вопросы, обсуждали с депутатским корпусом. Я думаю, что мы к этому придем, потому что учет, который ведется, он ведется всего призывного ресурса. У нас там более 180 тысяч граждан призывного возраста, он полностью ведется, да? И сейчас же говорят, вот только в армию призывают только, ну как бы, крестьянские дети. Байден, Баллар не идут в армию, да? Да, говорят. Хотя у нас много фактов, мы работаем и в центральных государственных органах, и как-то даже помню... Ну серьезно, дети олигархов служат в армии? Ну, дети олигархов... Можете назвать хотя бы одного, кто служит? Не знаю, они часто меняют фамилию, мне сложно сказать, но вот допустим... Ну хотя бы именили. Сын депутата, куму Хамеда, он служил в армии. Служил в армии. У нас у генералов многие дети служат в армии. Вот допустим, за границей, в той же Корее, чтобы популяризировать военную службу в армии, там даже вот именно самые поп-идолы, они служат, актеры, их призывают блогеров. А у нас, ну допустим, представьте, ладно, Хайрат Нуртас может быть старый уже для армии, но представьте, какой-нибудь молодой певец и идет в армию. Я такого не видела, вы видели? Я не встречал. Блогера знаете, которые сегодня служат? Не встречал. Во-первых, я не интересовался, то есть как-то мы ввели статистику, то есть детей, элиты, там, спортсменов, там, как бы поп-звезд. Медийных личностей. Да, потом как-то мы отошли от этого. Дело не в этом. Дело в том, что у нас вот система призыва, она должна быть одинаковой для всех. Одинаковой для всех. Вот был такой факт, когда вот известная личность хочет, чтобы сын пошел в армию. То есть у него какое-то старое мышление, ну я так про себя подумал, вот пусть его там перевоспитает. А пусть из его мужика сделает, да? Ну, не прошел он в медицинскую комиссию, у него оказалось серьезное заболевание опорно-двигательного аппарата там и так далее. Он не прошел. Ну, больше я таких фактов не припоминаю. Но мы идем к тому, что это должна быть рутинная компания. То есть все должны быть одинаковые. Не делиться. Вот и сын не был или генерала, или чиновника, или актера, да. И они сами, они должны нам помогать же в этом. То есть общественность. Ну, пока мы такой тенденции не видим. Но общественность не хочет помогать. Мы должны продолжать эту работу по розыску. В любом случае, в любом случае, как показывает опыт, рано или поздно этот гражданин будет найден. Ни один уклонист не сбежит от службы в армии. Может избегут, сразу не могу сказать, вот сто процентов. Но мы эту работу будем... Тогда, знаете, фразу надо перефразировать. Смерть, налоги и армия неизбежна, да? Ну, я бы не стал армию связывать обязательно со смертью. Но в плане, ты не хочешь отдать долг своей родине, по-любому мы тебя найдем. Ну, это же я же про это, про патриотизм. Давайте в лучшем, позитивном ключе смотреть. Это же патриотизм. Некоторые исследователи, ученые, даже психологи говорят, что после войны, вот когда вот она у нас случилась, это вот такая нейронная связь какая-то осталась. И у многих матерей связь с сыновьями до сих пор продолжается. Почему, допустим, вот в казахских традиционных семьях мальчиков любят больше, превозносят больше, чем девочек? Потому что как будто мальчики вот уйдут завтра и больше не вернутся. И зачастую говорят, что именно даже сегодня это какой-то менталитет, возможно, какая-то психологическая, да, там, может быть, какая-то нейронная связь влияет на тех матерей, которые сегодня воспитывают молодых сыновей своих. Может быть, такое поколение вот этих, может, мамсиков, скажем так, нежных, избалованных мальчиков, может быть, мамы не хотят отпускать в армию? Опять я вернусь, нынешняя молодежь, конечно, отличается. Она отличается от нас. Потому что образ жизни, гаджеты, они в какой-то виртуальной своей жизни живут. Вот, ну и, конечно, и родители, наверное, кто же хочет плохого для своего ребенка, они их обучают. Самое лучшее, дети. И они вот так говорят, вот, какой долг отдавать? Мы обучились за свои деньги, воспитали, какой долг? Ну, слово Родина, там, земля, ну, традиции наших предков. Земля, там, для меня это не просто, там, горы, там, леса, там, какие-то озера. Это все-таки более сакральная вещь, понимаете? Вот это не прививается, то есть эти денежные... Патриотизм не прививается. Денежно-материальные отношения, они ни к чему хорошему не приведут, я думаю. Последствия. То есть, как вы сами говорите, в других странах. В других странах, если поп-звезда не хочет служить, как было вот известным певцом в Турции. Ему сказали, мы лишим вас гражданства. Разговор короткий. И, пожалуйста, там, дальше живите. А почему у нас в Казахстане так нельзя? Мы пока, к сожалению, к этому не пришли. У нас есть свои предложения, потому что, наверное, настало время эти предложения уже вносить. Допустим, там, пять-шесть лет назад такой, как бы, ситуации не было, чтобы вот такие предложения вносить. Ну, много противников. Зачем это нужно? Давайте сделаем армию контрактной и так далее, и так далее. Вот, диванные эксперты, те, которые не разбираются, те более-менее, кто разбирается, они все-таки более здравый подход к этому. Поэтому, возвращаясь к теме уклонистов, это имеет место быть. Мы это не скрываем. В любом случае мы ведем учет, розыск. И, конечно, если гражданин прибывает до процессуального решения, мы, конечно, его призываем. То есть, его... Потому что есть там наказание, штрафы. Какие штрафы? Большие? Да, большие штрафы. Сколько? По-моему, там, сейчас уже тысячу МРП, что ли. Ну, как, относительно большие. Есть общественные работы. И вообще могут быть уголовные преследования до одного года. Стараемся до этого не доводить. Ну, и не то, чтобы не доводить, да. По-моему, в этом году был один факт, несколько фактов, когда были оштрафованы граждане, которые не уклонялись от призыва. Ну, я думаю, нужны более действенные меры. Более жесткие? Да. В нужный момент это нас очень сильно может подвести. И тогда, конечно же, с нас спросят. Не с вас, журналистов, не с кого-то еще другого. Спросят с нас, военные скажут. А куда вы смотрели? Почему вы не довели это до логического завершения? Почему не приняты были, не инценированы вами такие-то изменения законодательных актов? Сейчас мы на пороге того, что будем эти изменения вносить в предложения свои. Я думаю, ну, по крайней мере, вот в депутатском корпусе наш профильный комитет, он нас поддерживает во многих вопросах. Хотя, ну, извините меня, мы там служили где-то там за пять тысяч, шесть тысяч километров вообще в другой республике. А здесь служат? В соседнем городе? Ну, как сказать. Тем более у нас мы уже идем и на другие, как бы, преференции. Допустим, призыв по территориальному принципу. Если ты в Алма-Ате или в Алматинской области, ты и служишь в Алматинской области. Да, уже там и есть программа, там, Туз Хандармен Бенни Хон Рау, они уже разговаривают по сотовой связи, даже по видео, там. То есть, сон обязательный, там, послеобеденный. Все, чего раньше никогда не было. Для того, чтобы мог адаптироваться. Если такое понятие появилось, тоска по родине, тоска по дому. Ну, чтобы мог поговорить. Каждый вечер, вот, я когда в должности начальника департамента, организационно-мобилиционного работы, у меня 7 на 24, то есть, родители, мои телефоны на сайте, там, днем, ночью звонят. Вот мой сын мне ответил, должен был в субботу на связь выйти. Что делать? Я звоню командиру, говорю, где этот парень? Надо, чтобы он с мамой поговорил, с бабушкой. Какие-то прям хорошие условия. А давно вообще? Да, это уже сколько? Сколько лет? Мы с 22 года на это перешли. Получается, вы уже как два года такие условия хорошие создаете. Да, да, да. И чтобы они, как бы, вот, где-то это минус, кто-то против. Вот один из депутатов сказал, не надо им сотовые телефоны давать, потому что девушка позвонит. Всю ночь будет с ней болтать, да? Не то, что всю ночь. Ладно бы, если болтать. А что? Что-то нехорошее скажет. Скажет, все, мы с тобой, как говорится, разлучаемся, я там дружу с другим. Все? Потом? Это, вот, были... Это, ну, как бы... А как это влияет на армию? Это влияет на призывника. А, это влияет на призывника, на его психическое состояние. Да, психическое состояние, он может все, что угодно произойти. Но мы все равно на это идем. Не будем говорить, да, про плохое. Все равно родители разговаривают, общаются. И сейчас их посещает и комитет солдатских матерей, общественный деятель, депутатский корпус. А психологи есть в армии? Психологи. У нас в каждой части есть. И местных органов военного управления есть психологи, и в частях есть психологи. Их задача не только работать с молодым пополнением, да, или с теми, кто призван. Там у них какие-то другие задачи есть, потому что они заступают на различные дежурства, выполняют специальные обязанности, допустим, в суточном наряде, карауле. Перед этим обязательно психологическая работа проводится. Что в семье у него? Не все можно предугадать, потому что, ну, человеческая душа – это потемки. Но тем не менее, тем не менее. Хорошо. Если человек не готов явно, то он сразу же, его заменят, дадут разбить. Что случилось в семье? Там, поругался с супругой, там, ребенок что-то натворил. Он не о службе думает, он, его голова дома находится, грубо говоря. Поэтому это… Ну, с уклонистами еще раз работа будет продолжена, и все-таки мы, наверное, придем более таким жестким мерам. Давайте сейчас посмотрим сюжет, как у вас проходит призыв. Работа в ключевых отраслях экономики и семейные положения. В медицинской комиссии, в случае, если призывник, допустим, годин А, имеет рост не ниже метр семьдесят, индекс массы тела не ниже два ноль, он, такие ребята, предназначаются в десантно-штурмовые войска ДШВ. Если же он имеет какие-то ограничения, допустим, как я сказал, годин Б, он предназначается, допустим, в такие щадящие войска, ну, это Национальная гвардия, либо Министерство чрезвычайных ситуаций. Медицинская комиссия играет ключевую роль в определении годности призывника. Перечень заболеваний, при которых дается отсрочка, включает бронхиальную астму, язвенную болезнь, эпилепсию и другие серьезные недуги. Если призывник состоит на диспансерном учете, то, соответственно, он уже, получается, негоден к воинской службе, так как у него имеются противопоказания, да, различные заболевания, которые препятствуют прохождению воинской службы. Эти призывники проходят комиссию и уже в дальнейшем они списываются, признаются негодными к воинской службе. Для тех, кто успешно проходит медкомиссию, армия становится шансом для самореализации. Многие новобранцы с энтузиазмом готовятся к службе, вдохновленные примерами из семьи. У меня дед Леонид Федорович, Рао Леонид Федорович, вот он при Советском Союзе три года служил в военно-морских силах на Северном море. Ну, он много про это рассказывал, получил звание, капитаном был. Вот, и как-то меня это вдохновило, и плюс сейчас возможность такая, то, что нас отправят в октаву. Как-то все так совпало хорошо. Ну, я этому рад. У меня также офицер. Отец офицер запаса. Хочу по его стопам пойти. Я 2005 года рождения. Вообще медкомиссию проходил 15 июля. Был направлен в военно-техническую школу в городе Павлодар. После окончания курса на военно-технических специалистов, привезли его в Астану для передислокации в город Ахтау, в Морфлот. Призывная кампания в этом году включает новобранца в возрасте от 18 до 27 лет. Войска распределяют на основе состояния здоровья и физических данных. В первую очередь отправляются призывники для службы в Комитете национальной безопасности и Министерстве обороны. Я получил повестку по сообщению 14.14 и пришел в военкомат. Прошел все мета-осмотр и уже стою в команде в военно-морские силы города Ахтау. С детства я мечтал служить моряком, и вот так совпало. Для повышения привлекательности службы президент Казахстана утвердил льготы для призывников, приоритетно-образовательные гранты и проживание в общежитиях, а также кредитные каникулы на время службы и 60 дней после. Призывная кампания продлится до декабря, и молодые казахстанцы, пользуясь поддержкой государства, с готовностью выполняют свой долг перед Родиной. Да, мы видим, работа продолжается. Следующий такой момент, вот именно почему у колониста есть, существует. Может быть, все дело в дедовщине? Нам нужно отойти от этого слова, потому что его суть уже потерялась. Кто знает систему, которая была вооружена в армии, тогда на советской армии, в военно-морском флоте, там служили 2 и 3 года. Причем, то есть, представляете, один уже полгода прослужил, год прослужил, а третий уже заканчивает службу, и к ним вливается в коллектив, воинский коллектив, граждане призванные, вот только призванные, вот три дня назад там. Это, ну, как бы определенное разделение происходит. Вот поэтому их называли разными названиями, кто там полтора года, по-моему, дедушка, кто год, черпак, там, и всякие названия придумывали. Но сейчас-то у нас, во-первых, призыв разделен, то есть, кто призвался, допустим, осенью 23-го года, вот который увольняется сейчас, они вообще даже проживают отдельно, те, кто призвался весной 24-го года. Они, вот те, кто весной, значит, все живут, только те, кто весной. Вот те, кто весной, понимаете, там одинаково почти возраста, там… Одинаково положение, да. Положение, там положение у всех одинаковое. То есть, одинаково питается, одинаково одеты, там, и все остальное. Все хорошо, тогда это слово «дедовщина» отпадает. Ну, вы поняли, о чем я? К сожалению, такие факты есть, особенно нас, как бы, заботят факты, когда превышение власти со стороны, и были и офицеров, и контрактников, как бы это горько не говорить, но такие факты есть. Хотя это не система. Случаются межличностные конфликты между самими. Ну, они же мужчины, темпераментные, горячие, да. Это мужской коллектив, где-то что-то, которые приводят к травмам, к каким-то вот проблемам в этом коллективе. Это и есть, что здесь. Командиры, начальники работу проводят. У нас целая есть вертикаль воспитательных структур, психологическая работа с ними. Ну, конечно, это все на стадии отбора, но все-таки, я еще раз говорю, человеческая душа – это потемки. То есть все-таки надо начинать с азов, можно сказать, когда ты в пеленках, детский сад, школа. Как говорят психологи, все травмы родом из детства. Потом, раз это мужской коллектив, там проявляются свои лидеры. Как в животном мире, самцы, альфа-самцы. Просто лидеры, которые привыкли, и были они, допустим, в УЗИ учились, в школе были лидерами, и там хотят. Но это не всегда бывает. Не всегда они могут в воинском коллективе стать лидером. Появляются другие, которые… Более сильные лидеры. Да, которые, может, не учился в УЗИ, но в школе, но более психологически сильные. Не обязательно физически. Тут большую роль играет дух и его психологическое состояние. Большую роль играет. Но есть, есть такие конфликты. Хотя целый комплекс мер принимается. Береги жизнь. У нас проект, он в работе. Жаун Герлик Дос. У каждого солдата, сержанта, даже офицера есть Жаун Герлик Дос. Это кто такой Жаун Герлик Дос? Жаун Герлик Дос – это его боевой товарищ, который с ним служит. Который, может, он быть старше, который должен помогать, интересоваться его жизнью, смотреть. Как у полицейских напарников, да, такое? Да, как напарник, да. Бадди. Хотя система напарника – это у нас другое. Это касается боевой подготовки, вот, к примеру, да. То, что практически во всех местах размещения военнослужащих, и не только срочной службы, есть системы, технические системы охраны и наблюдения. Понимаете? То есть видеокамеры есть. Но мы еще не дошли до того, чтобы в каждом туалете стоять. Вообще-то это, если мне известно, законом запрещено в туалете видеокамеры. Ну, зачастую в туалете же происходят разборки? Ну, не зачастую. Самое главное, что иногда бывают вопросы контроля. Мы стараемся их контролировать, ну, как сказать, 7 на 24 с утра до вечера, включая, когда он спит. Ну, факты случаются, факты. И я не хочу там другие армии затрагивать, хотя и там есть эти проблемы. Мы стараемся их решить, все-таки на стадии адаптации, да, вот сейчас мы пришли к выводу, что нужно решать это на стадии адаптации. Почему мы пошли на вот это предоставление переговоров сотовых, даже видео иногда там. То есть ежедневно они вечером в определенное время могут разговаривать с родственниками, чтобы он как-то адаптировал. Но есть, мы знаем, что там через полгода он уже никому не звонит там. Он уже не так скучал. Да, он адаптировался, вот у него появились друзья. Друзья. Потому что армейские друзья, они на всю жизнь остаются. На всю жизнь. Вот об этом надо помнить. Во все времена армейская дружба, она остается, вы, наверное, по своим братьям, родственникам знаете, однополчане и так далее. Это самая крепкая дружба. Он бординг, да? Когда приходит человек и его прям максимально адаптируют. Какие-то месяц, два, три человеческая психика должна адаптироваться к новым условиям жизни, к новой постели, к новой еде, к новым друзьям, собратьям, я не знаю, там единомышленникам в конце концов. Сколько времени нужно вот с родственникам, чтобы адаптироваться и чувствовать себя комфортно? Вы в какой-то вот прям вот, у вас есть определенный период времени? Дело в том, что когда они призвались, их сформировали команды, направили в воинскую часть, в течение месяца с ними проводится работа. То есть они изучают азы, азы военного дела. Кто-то попадает сразу в учебные подразделения, они у нас есть. То есть весь набор одного призыва, из них готовят специалистов по определенным специальности. Механик, водитель, стрелок, просто водитель, специалист связи. У нас есть такие учебные центры, где целенаправленно в течение полугода, до полугода готовят специалистов. А так в войсках в течение месяца, то есть происходит, их определяют по подразделениям. Взвод, к примеру, как самая единица отделения, где в течение месяца они изучают азы. Нанимается физическая подготовка, общевоинские уставы изучают, строевая подготовка. То есть это вот и есть период адаптации. То есть они в зависимости, они же разного, то есть, как сказать, разной подготовки эти граждане, то есть разного воспитания. Но вот эти мероприятия позволяют им понять, что это коллектив. То есть один, как говорится, за всех, все за одного. Происходит такая некая сепарация с родным домом, с матерью, со всеми вот этими. И у них одни же как бы мысли в голове. Общие интересы уже. Когда вот я закончу службу и вернусь домой, там кто-то дальше учебу продолжит, кто-то. Они делятся, там у кого-то девушка есть, есть даже женатые, там, которые думают, ох, у меня семья, там, 3-й, 10-й. Вот, ну это все, вот это общий режим, общий регламент, общее положение, там, беспривилегированных, оно все равно позволяет адаптироваться им. Но там у вас каких-то ВИП-коек, ничего нету, да? Да, нет, у нас нету ВИП-коек не то, что для них, а на учениях командиры подразделения проживают с личным составом. Я в различные годы, будучи командиром взвода, да, жил с солдатами, там, и ел с ними, как говорится. А чем кормят сегодня военнослужащих, солдат? Ну, я всегда, когда посещаю воинские части, в этом году много ездил по войскам, я всегда пробую там, то есть, еду, которую они кушают. А что? Ну, конечно, паек у нас. Мясо? У нас, допустим, паек, сколько у нас паек, 2250 тенге паек, это, то есть, общевойсковой паек, но у разных, как бы, родов войск свои, у десантников немного по-другому. У них и нагрузки другие. У них более питательные. У них и нагрузки другие, требования другие, там, и так далее. Но, в целом, кто посещает, и граждане, и родители же приезжают сейчас постоянно, их просто в первую очередь приводят в столовую. Вот, давайте кушать, покушайте. Я считаю, ну, хорошее питание. Ну, вот, министр обороны лично на контроле, не дай бог, там, кто-то солдатский кусок хлеба заберет, это все. А министр обороны держит на контроле, вот именно, про вот насилие? Министр обороны большой спектр, ну, как бы, вопросов, но он всегда нам доводит, требует жизнь, сохранение жизни, обеспечение безопасности военнослужащих, и не только солдат, наверное, все-таки, прежде всего, их. В целом, да. Потому что та, другая категория, я уже вам говорил, она более, как бы... Осознанная. Да. Он лично контролирует, лично проводит совещания, когда ездит по войскам, он часто по войскам ездит, разговаривает с солдатами, фотографируется даже с ними. Ну, вот, у нас учебные сборы проводились, ну, просят о них просто. Он же, он офицер, он офицер, он должность министра обороны, он офицер. И для него солдаты, они, как его дети, тем более, он прошел от и до все должности, и все время работал с солдатами срочной службы. Потому что и в прошлое время они составляли большую часть вооруженных сил. То есть, я говорю о Советской армии, военно-морском флоте. И вряд ли какой-то офицер. Наверное, такие были, которые с ними не сталкивались. Ну, большая, подавляющая часть, определенное время службы, там, до командира части, всегда работали с солдатами и сержантами срочной службы. Он большое внимание уделяет и требует, и меры принимает за вот такие упущения, очень жесткие, вплоть до освобождения от должности. И не только офицеров и генералов. Ясно. А кого уже уволили? Сколько людей? Ну, я не буду говорить, сколько кого уволили, но он принимает жесткие меры. Вот, допустим, за смерть в армию кто как отвечает? Ну, во-первых, я еще раз говорю, это трагический факт сам по себе. Любого военнослужащего, хоть офицер, контрактник или солдат срочной службы, конечно же, ведутся следственные мероприятия прежде всего. У нас для этого есть главная военная прокуратура, военно-следственный департамент, их филиалы в гарнизонах. Прокурор гарнизона есть, начальник подразделения ВСУ, военно-следственного управления в гарнизонах. Все-таки это расследование, все-таки это их компетенция. Другой вопрос. Причины. Как это могло случиться? Какие причины? Ну, вот, да разные причины. Девушка сказала, что уходит от него, к примеру. И такие факты были. И записки были, и так далее. Более такие факты, которые нас заботят, это превышение власти, к примеру. Вот. И, ну, как бы в таких случаях проводятся служебные внутренние расследования, но все-таки в соответствии с законодательством, там, уголовно-профессуальным кодексом, другими, все-таки это возложено на те органы, которые я перечислил. И они проводят следствие, они делают заключение, направляют все это в суд. Суд решает, кто виноват или нет. Со своей стороны, меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения, там, представление на увольнение, это уже компетенция министра обороны. Эти меры принимаются. Ну, конечно, в каждом случае, ну, как бы, подход должен быть объективный, потому что по-разному бывает. Ну, а вот по крайним случаям, допустим, то есть еще процессуально некоторые решения не приняты по некоторым, но предварительно уже, ведь командир, начальник штаба уже рассмотрен на военном совете на предмет соответствия занимаемой должности. Он может быть уволен, он может быть снижен в звании и в должности. То есть то, что законодательством нам предоставлены, права, они используются в полной мере. И думаем, что все равно наши действия, наши устремления, они приведут к положительному результату. Сейчас и общество, и наш народ, он немного по-другому воспринимает вооруженные силы. Надо сказать, что был, ну, как бы определяли самочувствие регионов, то почти 77% населения положительно относится к вооруженным силам, потому что мы плоть от плоти народа, мы не какие-то там инопланетяне. Все, что творится в обществе, происходит, оно зеркально отражается и на армии. Но мы видим, что сейчас, наоборот, больше к нам лучше относятся, теплее. То есть не всегда нас нужно ругать, потому что у нас много хороших вещей, хороших результатов. Ну, безусловно, да, я честно могу сказать, наверняка, если мы посмотрим криминальные сводки Министерства внутренних дел, очень много людей просто погибает на улице, дерутся, там, кто-то кого-то убивает. В принципе, это просто происходит на улице. Но когда это происходит в одном закрытом месте, это, как знаете, ну, поэтому и акцента больше. Я могу вам сказать, что требования нашего общества, общественности, народа, они правильные. Правильные. Верховный главнокомандующий сказал, в армии должна быть дисциплина и порядок. Мы к этому стремимся. Я не хочу, вот если я вам сейчас скажу, сколько погибает в стране в ДТП, в этом году сколько погибло пожара. Особенно в ДТП, то это ужасающая цифра. Но я не хочу, как бы, мириться с этим и сравниваться. Мы все равно хотим быть более успешнее, более успешнее в вооруженных силах, более добиваться более положительных результатов, понимаете? И мы не будем сравниваться с этим. И мы по этому пути пойдем неуклонно. Хорошо. А женщины, девушки охотно идут служить вооруженной силой? Ну, знаете, что касается вот гендерной политики, потому что наши партнеры всегда интересуются. У нас, я бы сказал, что достаточное количество военнослужащих женщин. Я гражданский персонал не буду говорить, потому что их очень много. Есть и старшие офицеры, и полковники. Есть женщины, да, майоры. Есть не те, только те, которые служат в Министерстве обороны в Генеральном штабе, потому что есть такие специальности, там вот именно нужна женская ответственность, женская там, как бы, кропотливость и все остальное, то, что им присуще. То есть мужчина... Очень сложно быть мужчиной, допустим, радиотелефонистом. Ну, да. Или там где-то служить в специальных подразделениях, там, когда нужно усидчивость, когда они вот заступают на боевое дежурство, все время одно и то же. То есть у мужчин все-таки с этим делом посложнее, с терпением. Но у нас были и факты, когда женщина была заместителем командующего оригинального команды. Вот в Астана, оригинальной команды Астана. То есть эта работа ведется, и есть в боевых подразделениях меньше всего. Хотя нам все время говорят, вот там в армии США женщины там, солдат, Джейн, там, ну, не все. Не так это. Все настолько, видите, романтизировано. Это не так. Женщины там в основном все-таки в подразделениях обеспечения все-таки. Но есть пилоты, есть пилоты. Есть пилоты женщины. И у нас был пилот, да. Сейчас она уже, ну, как бы, по определенным причинам она уже не летает на истребителях, но много лет она летала. Мы в этом направлении работаем, потому что без этой, как бы, составляющей все-таки это нам нужно. Вот задам еще вот такой вопрос. А что, если вообще срочную службу убрать, оставить только контрактную? Так можно? Да, этот вопрос часто задают, часто задают. Но еще раз хочу отметить, что у нас смешанный способ комплектования вооруженных сил, других войс и воинских формирований. Вот, не так много стран, где вооруженные силы комплектуются по контракту. Это все же связано с, это большая нагрузка на бюджет, очень большая нагрузка. И потом нам нужно готовить военнообученный резерв. Вы представьте себе, вот у вас армия 60 тысяч, все контрактники. Начался военный конфликт. Не хочу. Военный конфликт, перешел в вооруженный. Люди погибают, вы же сейчас видите, вот сейчас идут военный конфликт, уже за миллион перевалило там. Понимаете? И эти люди все погибнут. Кто дальше будет родину защищать? Есть военнообученный резерв, мобилизационный резерв. Надо готовить людей, они должны проходить подготовку. Хотя бы год, как мы, вот на срочной службе. Но если будет принято решение, если подойдет такое время, когда мы сможем создать полностью, когда говорят, нам нужна профессиональная армия, неправильно это. У нас и так профессиональная армия. И в эти профессионалы входят, вот и военнослужащие срочной службы. Если вы поедете, посмотрите, как они вводят БТР и Б-танки, то вы поймете, понимаете, они должны эту подготовку проходить. И эта система не только в нашей стране. На постсоветском пространстве это у всех. Даже западные страны сейчас собираются. Нагрузка очень огромная содержать полностью вооруженные силы. Не только вооруженные силы, другие войска. Также не получится в вооруженных силах только по контракту. А вот, допустим, в национальной гвардии, солдаты срочной службы. Это должно же быть политическое решение, концептуальное решение. Мы стоим на позиции того, что срочная служба должна быть. Другой вопрос, о чем мы и раньше говорили, обеспечить безопасность этих людей. Его гражданской жизни, его воспитывать. Чтобы он любил свою землю, народ был готов. Нужный момент. Давайте по цифрам. Расскажите, пожалуйста. Говорят, что вообще в идеале это 1% от общего населения страны должны служить в вооруженных силах. Это правильно? Знаете, сейчас уже... И сколько сегодня служит казахстан? Я вам могу сказать, что это идет... Все говорят, что это международная практика. Это не совсем так, это не догма. Все ведь зависит от многих факторов. Опять же, перечислю, это геостратегическое положение страны. Какие соседи? С учетом этого? Да, решены ли проблемы с границами. А у нас практически все решено. Вот мы сейчас, по моей информации, завершаем с республикой Узбекистан. Все. У нас все вопросы решены. Зависит от государственного военного управления, состояния экономики. Состояния экономики, количество населения. Эти все факторы влияют. Так же, как это влияет на... Говорят, вот, сколько-то процентов от ВВП должны там и так далее. Поэтому говорить, что это догма нельзя. Просто некоторые не знают второй части этого вопроса. Какой второй? Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования. А это, в общем-то, и не секрет. Содержатся по штату мирного времени. А что значит по штату мирного времени? По штату мирного времени. То есть, только то, что нужно нам сейчас, быть, как бы, фактором сдерживания в мирное время. А есть еще другая часть. Это военное время, когда будет проводиться мобилизация, как вот в Украине, допустим, или Российской Федерации, да? Вот тогда мобилизации будут подлежать те граждане, которые прошли подготовку, служили в вооруженных силах, других войсках воинских формирований, на срочной службе. Уволили запас офицеры, сержанты, рядовые. Понимаете? Вот это и есть резерв, который в военное время, для того, чтобы отразить агрессию, защитить свой суверенитет, территориально-ценностность, они будут мобилизованы. Без этого никак. А мы сейчас говорим, вот не надо то делать, не надо это делать. Все-таки нужен подход такой, государственный, стратегический. Ну да, с учетом того, что у нас еще очень много еще негрудников. Надо думать не только о себе, но надо подумать, наверное, о внуках, и о правнуках, все-таки, как наши предки думали о нас. Да, вы правы, действительно, все правильно. Тем более с учетом того, сколько людей хотят сегодня служить, а сколько не могут служить. По различным причинам негодны для... Те же плоскостопие, здоровье. Ну вот, например, самая распространенная сейчас это близорукость, то есть болезни глаза, его придатков, так называют медики. Это вообще очень, ну, это проблема существует такая. Гаджеты, опорно-двигатели, малоподвижный аппарат, малоподвижные там, меньше спортом стали заниматься, меньше пешком ходить, самокаты, машины и так далее. То есть сердечно-сосудистые появилась сейчас, клиника такая. То есть они не пригодны для службы, но в мирное время. Вот в Украине, например, сейчас ряд болезней вообще не рассматриваются. То есть если ты ходишь, думаешь, адекватен, независимо от твоей болезни, ты подлежишь мобилизации. А почему? Потому что человеческий ресурс, он имеет свойство заканчиваться. В принципе. Хорошо. И по поводу льгот. Вот недавно депутаты выступали, что нужно улучшить и увеличить льготы. Какие сегодня льготы существуют? Я, безусловно, с этим согласен. И вот еще в 22-м году министром обороны была поставлена задача проработать. И мы порядка 37 преференций подготовили предложение. Конечно, многие из них затратные. Без этого не бывает. На сегодняшний день, ну, как говорится, без ложной скромности, можно сказать, ряд из них уже как бы реализованы. Это вот кредитные каникулы. Вы знаете, закредитованность населения. Сейчас уже на где-то, по-моему, миллиард 800 миллионов кредиты получили, льготы на кредиты. Военнослужащие, срочную службу. Образовательные гранты. В этом году, по-моему, 600 граждан поступило. Не то, что изъявило. Изъявили еще больше, там, более, по-моему, 4 тысяч. Но у меня цифра такая. Более 600 наших граждан отслужили и поступили, выбрали специальность. И вуз, там, более 40 вузов к этому привлечены. Дальше это будет продолжаться. Сейчас министр обороны инсценирует и другие преференции. Сейчас о них, наверное, пока рано говорить, потому что там все на стадии согласования, проработки. Потому что они затратные. Все-таки они затратные. И это надо продолжать. То есть, служба должна быть чем-то мотивирована, какими-то преференциями для граждан. Вот. Может, мы пойдем дальше. Сейчас посмотрим, в зависимости от обстановки. Хорошо, все правильно. Давайте еще последнее. Про судьбу Ербаяна. Вы слышали? Конечно. Это тоже трагический случай. С его лечением. Насколько мне известно, мы были готовы к перевозке его нашей военно-транспортной авиации. Ну, еще этот вопрос не закрыт. Следственные мероприятия продолжаются. Позиция министра обороны. Те, кто виноваты, если виноваты, потому что суд только может определить, они будут очень жестко наказаны. Ну да, не хочется верить, конечно же, что это все так пройдет безнаказанно. Как так мальчикам? Безнаказанно это не пройдет однозначно. Сам мог ударяться о пол или об стену, я не знаю. Все-таки нужно дождаться. Все-таки следственные органы, профессионалы, они должны, скажем так, определить истину. Ну и для предотвращения вот таких ситуаций, чтобы больше не повторялось, да, вот как та же очень печальная история того же Ербаяна, да, что вы сегодня еще будете предпринимать для усиления безопасности? Ну, прежде всего, это, конечно, контроль со стороны командиров и начальников среднего звена, которые постоянно находятся, вот, допустим, командир бригады, он не может находиться постоянно с солдатами срочно. Ну, есть командир отделения, сержант взвода. Вот эту категорию мы готовим, когда в военных колледжах, мы уже с первого курса им, как бы, внедряем, вбиваем им в голову, что прежде всего это безопасность личного состава. Как мирное время, в том числе, как его обезопасить, это будут, если боевые действия? Ну, это отдельный вопрос. Вот. Есть курсы, которые вот, когда они учатся, да, по психологии человека, по жизненным ситуациям, которые могут сложиться в тот или иной период службы солдата. То, что контроль видеокамеры, техника. Это одно. Да, это одно. А вдруг у него кредиты, вдруг он играет во что-то, вдруг он лудоманией страдает, да? То есть мы идем к тому, что все-таки мы еще, может, этого не достигли, надо честно сказать, чтобы потом меня не обвиняли, что я там голословно. Но мы идем к тому, чтобы он был настоящим командиром, отцом для солдата. Потому что если он будет в нем видеть своего ребенка, он никогда его не ударит, он не отберет у него там кусок хлеба или там еще что-то сделает. Вот мы к этому идем. Хотя в других странах там совсем другой подход. Ну, с учетом вот того, что у нас есть, пока мы вот так поступательно двигаемся. Я желаю вам удачи в вашей нелегкой работе. Я напоминаю, что у меня сегодня в гостях был заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Казахстан Сакен Жусупов. Желаю вам удачи, благополучия, процветания. Благодарю, что вы пришли. Это Шиндеклайв. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки либо дизлайки.